Маленькая русалочка Они плохо обращались с обитателями океана, пугали их огромными акульими зубами. Самая младшая из них, акула-малышка, очень любила танцевать и петь. Бейби-шарк ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Эй, ты снова поешь? Акулы не поют, понела, малышка? Мы банда. Но нет, я не такая, как вы. Я не хочу никого обижать. Заткнись, это чепуха. Однажды злая акулья стая взяла с собой малышку и поплыла вглубь океана, туда, где в своей пещере жила коварная ведьма Вега. Вход в пещеру сторожил двуглавый змей, но он был занят, пытаясь съесть мороженое из морских водорослей своими двумя ртами. Змей даже не увидел, как акулы проплыли мимо него. Вкусно, я даем, это моя честь. Ладно, не важно. Маленькая акула неохотно последовала за своими подлыми сестрами и увидела жуткое лицо морской ведьмы Веги. Наконец-то вы явились. Я доверяю вам больше, чем кому бы то ни было в этих морях. Потому что мы самая большая, самая опасная и страшная стая акул во всем океане. Ха-ха-ха, точно, я голодна. Добудьте милого маленького дельфина, чтобы насытить мой живот. Ха-ха-ха-ха, нет проблем, ваше высочество. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Стая акул покинула пещеру, чтобы выполнить приказ Веги. Они плыли так быстро, что акуле-малышке было трудно поспевать за ними. Иногда ее сплющивало между плавниками старших сестер. Ей не нравился этот план. Между тем, в славном подводном королевстве три прекрасные дочери короля Посейдона играли в королевских залах. Ариэль, самая юная и красивая из сестер, могла жить в море благодаря своему хвосту. А когда она возвращалась к своему мужу, принцу Эдварду, ее хвост превращался в ноги, едва она вставала на землю. Я думаю, у тебя есть все, что нужно. Ты можешь ходить и говорить. Я классная ходилка-говорилка. Расскажи мне снова историю о своем отце и его приключениях. В один из дней, когда все рыбы наслаждались плаванием в теплом океане, маленький дельфин Долфи посетил подводное королевство, чтобы навестить свою лучшую подругу-русалочку Ариэль. Царь Посейдон сказал Долфи, что Ариэль не в королевстве, а на земле с принцем Эдвардом. Маленький дельфин Долфи решил, что все равно хочет повидаться с ней, и поплыл к поверхности. Но тут опасная акулья стая увидела его и преградила путь. Эй, босс, вот маленький дельфин, точь-в-точь такой, каким Вега хотела пообедать. Да, окружите его на раз, два, три. Раз, два. Но самая глупая из акул бросилась вперед до того, как старшая сестра сосчитала до трех. Я еще не сказала три. Акула-малышка увидела, что происходит, и попыталась помешать своим сестрам похитить дельфина. Остановитесь! Остановитесь! Не трогайте его! Но старшие сестры были крупнее и сильнее, и поплыли мимо нее, чтобы поймать дельфина Долфи. Хотела бы я быть больше и сильнее. Тогда я могла бы остановить своих сестер. Я должна спасти жизнь этого маленького дельфина. Акула-малышка плыла за своими сестрами и думала, как спасти дельфина. А тем временем Ариэль и принц Эдвард пускали блинчики по воде на пристани возле замка. Для Ариэль эта пристань была ее волшебной парадной дверью в земную жизнь. Пять, шесть, семь, семь! Твоя очередь! Посмотри на это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! О, ну! Ты выиграл! Загадывай, Жонни! Я хочу, чтобы ты спела мне песню своим прекрасным голосом. Here's my hope, deep blue sea Everything is fun, friends with me The king called me the little mermaid The very best daughter of the king of the sea Just look around You will see the joy A beautiful life And the ocean roar Just look around You will see the joy A beautiful life And the ocean roar Но в океане все было совсем не так хорошо. В глубине океана маленький дельфин плакал в клетке. Змей услышал маленького дельфина и подплыл к клетке. Ой! Что-с? Мы поймали тебя специально. Понятно? А сейчас сиди тихо. Ты пленник. Перестань играть с моей едой, Змей. Иди, стой на страже. Хорошо. Не ты ли друг Ариэль? Спасибо, что пришел ко мне на ужин. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но как только морская ведьма Вега ушла, акула-малышка пробралась через стены замка. Это было удивительно, насколько незащищенной была пещера ведьмы. Долфи очень сильно испугался. Привет! Не бойся, все в порядке, маленький дельфин. Я не такая, как мои сестры. Я не причиню тебе вреда Правда? Ты меня не обманешь? Нет-нет, я здесь, чтобы спасти тебя Маленькая акула начала брить решетку Но клетка была слишком крепкой Ариэль, нужно рассказать обо всем русалочке Ариэль Она на суше, в замке Она может помочь Маленькая акула кивнула Долфи И поплыла к поверхности воды Русалочка Ариэль и принц Эдвард Сидели на пристани, шлепая ногами по воде И наблюдая за заходом солнца Но вдруг они заметили приближающийся акулей плавник Эй, что это? Это акула! Будь осторожен, мой принц! Акула-малышка подплыла к пристани И высунула голову из воды Не бойтесь, я акула-малышка С твоим маленьким другом-дельфином Долфи беда Он стал пленником в пещере Веги Долфи! До свидания, Эдвард! Эта акула только что разговаривала? Когда Ариэль прыгнула в море Ее ноги тут же превратились в хвост Ариэль и маленькая акула Пробрались мимо двуглавого змея Он не заметил их Потому что был занят тем, что пытался поймать свой собственный хвост Но морская ведьма уже смотрела на Ариэль Сквозь свою волшебную хрустальную жемчужину Ты здесь, чтобы спасти своего крошечного друга Я получу двоих по цене одного Вега стала стрелять в Ариэль ядовитыми чернилами Ариэль не ожидала такой атаки Но сумела увернуться от них Пока Ариэль сражалась с Вегой Акула-малышка нашла ключ от клетки И спасла маленького дельфина Долфи Ариэль не могла победить морскую ведьму своими силами Тогда она стала использовать магию океана Который король Посейдон научил ее Водные потоки стали подчиняться ей Не давая чернилам попасть в цель На, получи! И еще! Что? Как ты их останавливаешь? Хватит вредить людям, Вега! Это не то, для чего ты предназначена! Акула-малышка спасла меня! Ариэль! Бежим отсюда! Ариэль создала щит вокруг всех троих И они покинули темную пещеру И поплыли обратно в подводное королевство Ух ты! Эта магическая защита действительно великолепна! Итак, у нас что-то вроде водного путешествия А как насчет закусок? Прости, что сначала испугался тебя, акула-малышка Я думала, что ты злая Потому что ты была в стае акул Но я так рад, что мы теперь друзья Спасибо! Я очень рада, что у меня есть друг Я никогда не хотела быть частью стаи злых акул Все в порядке, малышка-акула Тебе не нужно быть в их стае Живи здесь, в подводном королевстве Маленькая акула полюбила морское королевство И с радостью спела свою любимую песню Новым друзьям Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok